Сегодня на территории, где в декабре этого года появится новая четырехполосная дорога, трудится 25 рабочих. Эскаваторы, погрузчики, бурильные установки. Уже на следующей неделе сюда завезут грунт и начнутся работы по расширению проезжей части. Больше всего времени займет перенос коммуникаций, который не должен отразиться на жителях соседних домов. Сначала создается новый участок теплосети, потом он переключается и, соответственно, проблем в этом не будет. На этом участке, где мы сейчас стоим, основная сложность здесь проходит сети холодного водоснабжения. Их нельзя заменять в холодное время года, соответственно, по ним будут работы вести точно так же. Будет строиться холодная сеть водоснабжения, а потом будет переключаться. И отключение домов от сети будет на очень короткий промежуток времени. На площадке для временного производства необходимого оборудования рабочие собирают каркасы для буронабивных свай. Это необходимо для установки шумозащитных экранов вдоль жилых домов и детского сада. На данный момент работы идут с двухнедельным отставанием по срокам. Много времени у подрядчика занял вопрос с перекрытием движения. Ход работы у нас идет с небольшим отставанием графика. Связанно с тем, что согласовываем работы со службами собственных сетей. Плюс включаем договора с субподрядными организациями, которые будут выполнять специализированные работы, как по переносу газа. Перекрытие дороги по Симашко заметным образом увеличило автомобильные заторы на Маслихе, Зерновой и Московской. Для оптимизации движения перепрограммирован режим работы нескольких светофоров. Рассматривается вопрос ограничения стоянки машин на проезжей части. В прошлые годы была такая ситуация, что можно было менять график работы отдельных учреждений, чтобы растянуть время въезда людей на работу. Если совсем будет все тяжело, то, наверное, будем к этой теме обращаться. Пока на улице Симашко переносят коммуникации, в здании 10-й школы идет демонтаж старых полов, системы отопления и подготовка к кровельным работам. Параллельно вносятся дополнения в проект капитального ремонта. На все про все у рабочих осталось 9 месяцев. 1 сентября этого года дети и учителя должны переступить порог обновленной школы. У нас по периметру школы выполняется два уровня металлических поясов. Это чтобы распределить равномерную нагрузку и уйти от тех трещин, которые будут стягиваться скобами, и вся школа протянется металлическим поясом. На реконструкцию 44-го детского сада выделено более 100 миллионов рублей. И в здании появятся новые кровли, инженерные коммуникации, обновленные внутренние оснащения, современная противопожарная система и видеонаблюдение. Отставание в прошлом году было серьезное. Его удалось компенсировать практически полностью. Поэтому сейчас мы находимся в графике и работы ведутся по плану. Внутренние работы планируется завершить к маю и до лета полностью закончить благоустройство прилегающих территорий. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.